Всем привет! И сегодня мы сделаем куклу, которую можно переодевать своими руками. Сегодня мне понадобится акварельная бумага, карандаш для того, чтобы делать набросок, гелевая ручка, акварельные краски, а также обычный скотч и двухсторонний. Сейчас на листе бумаги делаю набросок будущей куклы. Определяю с ее телосложением и меняю некоторые детали. Конечно же, ваша кукла может быть абсолютно любой, на ваш вкус. А у меня будет стройная девушка с коричневыми волнистыми волосами и голубыми глазами. Уже постепенно заканчиваю набросок, делаю ей основные черты лица. И после стираю все линии и навожу карандашом самые яркие. Вот что у меня получилось в итоге. Сейчас буду ее раскрашивать. Для телесного цвета в акварели я использовала коричневый, желтый и красный. Смешала все это на кусочки акварельной бумаги и развела водой очень-очень сильно, потому что нам нужен светлый тон кожи. Ну, тут уже по усмотрению. Можно сделать и темный тон, соответственно, либо делать оттенок темнее, либо просто коричневый развести хорошенько с водой и нанести на кожу. И тогда кожа будет хорошо смуглая. Нанесла основной тон, добавила немного теней и перехожу к волосам. Они у меня будут коричневые, как я уже сказала ранее, и волнистые. Вот такая вот красотка у меня получается. Мне кажется, ей очень идет эта прическа. Теперь перехожу к ее губкам и нижнему белью. Также на ваше усмотрение, оно может быть цельным или может быть немного другого вида. А у меня оно будет вот такое и розовое. Добавляю также немного теней. И добавлю немного цвета глазам. У меня это синяя акварель. После просыхания гелевой ручкой осторожно по контуру провожу линии. С контуром кукла будет выглядеть более аккуратно и завершенно. Также на ногах рисую ей черные тапочки, которые подойдут под любую одежду. Навожу ей красивый макияж лица и подготовка куклы уже практически закончена. Теперь переворачиваю и клею все двухсторонним скотчем. У меня бумага немного повредилась, но это не страшно. Я все проклеила и впоследствии куклу можно будет прикрепить на картон и усилить ее таким способом. А с внешней стороны, то есть с лицевой, я покрою все обычным скотчем. Для того, чтобы кукла была глянцевая и чтобы легко можно было ее одевать и раздевать. Вырезаю и вот какая красотка у меня получилась. Теперь перехожу к одежде. Для этого мне понадобится кусочек акварельной бумаги. С одной стороны я его полностью заклеиваю двухсторонним скотчем, а рисую на обратной. Кстати, до этого я нарисовала вот такой вот силуэт куклы и вырезала его. Он нам поможет в создании одежды. Обрезаю его полностью по кукле, для того, чтобы одежда соответствовала размеру куклы. Чтобы она не была слишком большая или слишком маленькая. Теперь обвожу. Сейчас я делаю просто домашнюю одежду. А в следующем выпуске обязательно сделаю для куклы несколько обалденных образов, которые вы сможете с легкостью повторить. Для домашней одежды я решила выбрать шортики и футболку вот такую короткую. Чтобы ей было всегда удобно. Намечаю линии, как всегда делаю набросок. Затем стираю яркий карандаш. И приступаю уже непосредственно к разрисовке. Также буду использовать акварель. А еще я решила добавить сердечко на футболку. Беру розовую акварель и заполняю футболочку. Сердечко оставляю белым, так как оно у нас будет потом другим цветом. Немного добавляю цвету в футболку. И завершаю. Вот такая вот милашка получается. Для шортиков я выбрала сиреневый цвет. Также тщательно все покрываю. И затем позже буду добавлять еще цвета в них. Так как это набор сердечка в футболке, я тоже сделаю сиреневым цветом. Вот такая милота получается. Обязательно дождитесь высыхания. И гелевой ручкой обводите контур. Снова для того, чтобы одежда выглядела красивее. После того, как мой рисунок уже полностью готов, точно так же, как и куклу, я покрываю его обычным скотчем. Вот так. А теперь вырезаю. Вот такие милашки. Примеряю на нашу куклу. А теперь буду показывать, как же пользоваться такой одеждой. Отклеиваю ненужную бумагу. И для того, чтобы лишить одежду лишней липкости, несколько раз прикрепляю ее на руку. Так она будет отходить от куклы легче. Вот. Но в то же время она клеится хорошо. То же самое делаю и с шортами. Сначала несколько раз на руку, а потом только на куклу. Вот такая вот она красотка у нас получается. Решила еще добавить ей обруч ручной работы. Ну посмотрите на нее. Разве не милашка? Чтобы хранить одежду, я подготовила вот такую тетрадочку. Я также проклеила листы скотчем, для того, чтобы одежда не испортилась. Подписывайся на канал. Скоро выйдет продолжение с большим количеством одежды для нашей красотки. И ставь колокольчик.